Сотрудники акционерного общества Казахтелеком встретились с одним из самых известных экономистов в мире. В Астану по приглашению ведущего инфокоммуникационного оператора приехал Даррен Аджимоглу. Американский ученый, автор многих экономических работ, ставших популярными во многих странах. Что нового узнали специалисты Казахтелекома и смогут ли применять советы экспертов в условиях казахстанской экономики, выясняли наши корреспонденты. Чтобы попасть на встречу с экономистом мирового уровня, сотрудникам АО «Казахтелеком» нужно было проявить себя. Из 25-тысячного коллектива такую возможность получили только самые активные и перспективные. Это члены кадрового топ-100, эффективные линейные менеджеры, активисты молодежной организации «ЖАЗ-Телеком». Дарон Аджимоглу рассказал о своем видении развития экономики Казахстана. По словам ученого, в период кризиса и диверсификации экономики, будущее страны за частными и квази-государственными предприятиями, такими как «Казахтелеком». Социальные и политические аспекты негосударственных организаций становятся более сильными. Я думаю, что это не происходит за один день. Я надеюсь, что это будет стимулировать очень многие сегменты в обществе. Стоит отметить, что Дарон Аджимоглу входит в десятку самых цитируемых экономистов мира. Побывать на его лекции все равно, что познакомиться со звездами Голливуда, либо с легендарными спортсменами. Его книга «Почему одни страны богатые, а другие бедные?» «Происхождение власти и процветание нищеты» стала мировым бестселлером. Научный труд из рук автора с автографами получили все сотрудники АО «Казахтелеком». Идеи у нас много, так как мы IT-компания. Мы еще раз получили подтверждение, что эти идеи надо развивать, так как рынок не стоит на месте, он постоянно развивается. Поэтому вчера мы говорили о технологии блокчейн, это является технологией будущего. Подобные встречи с лучшими умами планеты руководство «Казахтелеком» проводит регулярно. Ведь кроме предоставления услуг, одна из приоритетных задач компании – это развитие талантливой молодежи, за которой будущее.